Это будет из листон, если вот Собиник Ролов тебе видел. Вот смотри, вода текла отсюда, мы копали траншею. Ее не видно отсюда. Вот и заколка она перла, здорово, вот, это с полей. Вон она пошла куда, его видать даже где. Ну и отсюда шла, будь здоров. Смотри какой положок. Здесь мы рыли. Здесь мы рыли, но она только шире сделала. Мы здесь в лопату прорыли. Ну много, да куда рыли? Вот так вот полностью туда. Ну а тут-то там откуда? А там нет. Ну вот она и промыла, смотри как. Так, ну быстрее. И вот смотри, вот сюда склонится. Там видно, что тут большое колесо, а там то продавлено. Меньше диаметры и продавлено сильно. Наклонись вниз и там увидишь, самый ниже, ниже, ниже. Что там светло просвечивает. Так? Да, да. Ну сейчас решили туда пронырнуть. Вон у нас молодой человек. Я хотел первый, но у меня чуть-чуть холоднее вода. Если дальше нет, я разваливаюсь. Я бы не уступил ему. Давай. Кверху голову поднимаешь и... А вон там вот палка какая-то. Вот сначала вытащи палку эту. Давай. Чтобы не напороться. А ты в штаналь, да, пошел? Да не такая холодная. Вытащи палку. Попробовать надо, как на штаналь. Ну-ка. Вытащи палку. Уперлась она. Вон туда кинь кверху. Вон туда рядом кинь. Я говорю кинь. А куда идешь? Зачем ты ее тащишь? Ты сам выбросил и все. Давай быстро. Нам легко доработать надо. Дверг кверху поднимай. Подо льдом уже дышал. Распитывает. И ты так же. Голову вплотную поднимаешь. А мы там туда ловить будем. Только не торопись. Давай. 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 Лето, ты скорее сюда на эту сторону. Как он там строится. Бегом сюда беги. Ну подожди малянка. Подожди. Я даже не уезжал даже. Как ты оттуда появился-то. Быстро что-то. А ты тоже заснул? Конечно. А успел? Ноги замерзли. Холодно все-таки, да? Воздух везде был. А она не была полностью. Как это? Молодежь возьми и там обхолупись. Непривычный. Там прудов. А теперь у нас хоть один человек есть, который по воде прошел. Ну слава Богу. Все-таки Россия не обедняла мужественными людьми. А что, сильно заметно нет, как наша работала та канава? А? Не знаю. А ну-ка глянем. А ты давай здесь вытаскивай. Прямо вот где он едет, сюда сталкивай побольше. Оттуда. Насыпай. Так дальше не надо пробить. Вот это насыпай. Вот там и колени. Он хорошо, что ходит здесь. Все, с Богом. Тут вообще он протащил. Не было ни песка, ни этого. Ну зима, глыбы. А дальше идет нормально. Ну вон там маленько где-то засветилось. Вот мы до туда копали. Смотри. Это крышейка. Она зализанная. Смотри. Чтобы вода у нас не подмывала трассы. Мы копали, копали. Тут очень трудно было копать. Очень трудно. Ну видно, что вода была тут. Натекла или нет? Ну я думаю текла обязательно. Потому что оттуда вода, отовсюду вода. Это наш огородчик сколько лет. Тут была школа. Школа, контора кажется здесь была на этой стороне. Тут я учился 4 класса. Вот здесь она была школа. Вот здесь вот прям рядом. А тут рядом учительница жила. Учителя были хорошие. Не знаю почему в деревне учителя не было. Такие хорошие. Мне вот я учился. Мне до того охота было учиться. Родители не пускали. Водиться надо. Ребятишки сыплются. Ну и меня оставляют с малышами. Я в окошечко вылез и побежал в школу. Там был магазин вот где Женя живет. Дальше магазина это половина деревни считалось. Там другая половина. И туда мы почти не ходили только коров когда выгоняли. Отец пастух был. Я дошел до туда и слышно как... Я хорошо слышал. Дети кричат. А где? Я не понял. Я вернулся назад. На следующий день я осмелел и прошел вот этот промежуток. Очень... Ну робкий был. Вон где на столбу там видать что-то. Примерно там они жили. Ну и здесь в школу зашел. А учительца Мария Иванова была Блатова. Дочь председателя колхоза этого. И она мне дала считать. А у меня... Отец купил мне букварь. Букварь купил за ведро картошки. Одна учительница приехала. Ну я его как-то у брата тут или где научился. Я его быстро просчитал. Она за... Учительница пока с другими была. Я уже там шпарю где... Ну и на следующий день меня не пустили опять. Так она пошла. И моим родителям там что она говорила не знаю. И они меня отпустили. То есть она убедительно обладала. Ну и я пошел. Та шесть лет всего мне было. Не знаю полных или нет. Я помню до школы отцу газеты районные считал. Мне так интересно было учиться. А тогда когда что-то сделаешь допустим. Ну классная работа по математике. Ну арифметика называлась. Тогда можно было выходить. Для меня это находка. Дома некогда. Здесь некогда. А тут законное. 45 минут урок. А я минут за 20 сделал. Сдал и пошел туда на кладбище. Там самое раздолье. Птицы там были. Я птиц сильно любил. Я с птицами обмираю. С ними там я уже. А потом уже домой. Потом какую-то меленьку сделали железную. Вот так на тюречок насадишь. А на нем два тарщика вот так вот дернешь. Она взлетит выше. А не думаешь что она железная. Она резанет глаза вырежет. Вот такая игра тут была. Помню как так экзаменом. В четвернем классе экзамены были. Я туда далеко. Была там третья бригада. Километра за два. Дальше линии железной дороги. Я еще маленький был. Года четыре. А брат старше Самуил на пять лет. И он работал в бригаде. И меня взял один раз. И мне дали там каши гречневые. Никогда не ел. Я помню дом то рубленый. Ну и за углы цеплялся. Я наверх залез и там ждал ее. Нигде не вылазил. Накормили меня. Ох и мне понравилась эта каша. А уже в четвертом классе бригады почему то. Кажется там и не было. Откуда-то бинокль был. Я помню эти экзамены учил. А тут куропашище звезды. Куропатка. И куропан. Это мы звали так. Самса. Петушка. Он белый. Красный такой как гребень у него. А она серенькая такая. И он хитрый такой. Вот селезень если найдет говорит яйца утки. Он их раздолбит. А этот попеременно парит. Такой верный. А там грачи. Он как грач отдаст. Сам свечой взовьется. А я лежу там и в бинокль смотрю. Душа обмирает. Как много я увидал. Как они гнездо защищают. Вот он на гнезде сидит. Если вылетит он бежит перед тобой по траве. Потом взлетит упадет. Придуряется. Он летать может. А увлечь. Чтобы поверил что он раненый. Ну и глупости было. На гнезде сидела перепелка. Поставил капкан и поймал. Зачем она мне нужна? Сколько лет прошло? 70 лет. А той уже пуху нету. А на душе все нехорошо. Зачем? Зачем? Ну съели мы ее. Да. А отец что-то мне говорил. Не помню. Ну неодобрительно. Я сусликов ловил. А сусликов много было. И сусликов сдавали. Один день я поймал 70 штук. Представьте. Один мальчишка. И сусликов сдавали. Купить велосипед. Три копейки. Обычно он стоил пять копеек кажется. Ну там сбавят, не дадут и прочее. И вот обдирать надо. Отец дал мне складешок свой. А складешок хлеб резать. Отец говорит. Да как это они кроме травы ничего не едят. Ничего и нет. Но мама считала это погонь. Староверы. А мы. Я обдеру и ему отдаю. Отец его вымоет. И положит. А дома придет и отдаст хлеб резать. А мама ничего не знает. Режет. А отец на меня посмотрит. Улыбнется. Дескать. Ну что поганый. А мать ничего не знает. Режет. И я тоже такой заговорческий. Какой у меня тятя хороший. Не выдал меня. Вот такое вот вспоминается. Вот люди живут. Разводятся. Ничего этого не вспомнишь. Ни о родителях. Ничего. Ну. Умягчи сердце. Да и живи вместе. Брат. Я развожусь. Мой отец тоже. Гулявый был. Мать говорит. И что. Сохранила семью. Один раз сказали. Тут Аграфена жила. Аграфена это значит кто. Ну Аграфена это. Я не знаю. Агрепина видимо. И. Семен там Плешков пришел. Марья ты дома сидишь. А Тихон то твой. К Аграфене ушел. Ну матери то конечно. Не удовольствие. Сердце взыграло. Ну она решила сначала. Зайти. В колхозное собрание было то. Зашла. А Тихон сидит говорит. Как новый полтинник. Я говорит. Встретила. Семена говорит. В шары тебе наплевать то. Дурак такой ты. Я ведь Аграфене чуть окна не переколотила. А он сидит. Знать отец. Ничего не знает. Он сидит. В первом ряду там. Инвалид войны. И там и прочее. Что там они говорят. Вот такие. Никогда не надо верить. Даже если муж. Неверный оказался. Василий Великий говорит. И тогда не даем совета разводиться. Я с чего начал то. А куда ушел. Вот как дед Щукарь говорит. Это все наши воспоминания. Вот школа была. Как здесь. Учительница. Уроки. Помню в учительнице был мальчишка. Почему его не любили не знаю. Как то обижали его. Видимо он. Но как то обижали там. Обзывали его. Сейчас ничего не могу. Но. Дело в том что и я был замешан в этом. А что замешан не знаю. Или учительница допрашивала так. Но я не оправдывался. Видимо чувствовал что виноват. И она. Он низкий рост там был. В классе. То самый то ли маленький. Да и я небольшой. И видимо образовали его там. Карапет там. Или как то. Ну такое что то. А еще они из города приехали. Городская вошь. Куда ползешь. Под кровать картошку воровать. Вот. Стихотворение. Ну учительница. Значит. И меня помню поставила. И со своим сыном. Вы же одинаковые. Дескать. Я теперь так думаю. Она говорила. А ты же такого роста. А как же ты над сыном смеялся там или что. Не знаю ничего это. А все равно неприятность. Ведь могло бы этого не быть. И учительницы конечно той нету. И может и сына того нету. А вот. Возраст когда приходит. И ты веруешь. И все перебираешь. Где что сделал не так. Помню зимой. Пошел я. А я с детства с ружьем. Везде с ружьем. Я стрелял ужасно. Сто почти всегда выбивал. Даже где. В армии. И вот. Сова. Зимой. Она мне век не нужна. И я ее убил. Сову. Она никакого вреда не делала. Зачем я ее убил. Нельзя этого было делать. Вот такая штука. Понял. И вот совесть. Даже из этой совы и тому еще. Это так. Больше людей мы боялись. Никому не лазили. По огородам не шастали. Колхозный был сад там. Арбузы. Там подползешь. Арбуз на голос. Он хрустит. Оторвешь и катишь дальше. А когда арбуза три уже укатишь. Тогда идем и спрашиваем. Можно. А сторожа сорвет. Какой покажется хороший. Скажет. Ну-ка. Ты при нем. Я думал, что у меня там три запасных еще. Мак. Красно росло. И никто не знал, что мак это плохо. Мы набьем целую сумочку и ешь. Но одно то, что запор делался. А есть охота. Картошку где-то колхозную. Маленько подкопаешь там сумочку. С печем в огне-то. Ничего не было. Ну, десять ребятишек. Инвалид. Но это ничего. Бывает трудоденец. Палочка. Ничего нету в осени. Как-то о Боге никто ничего вроде не говорил. О Боге знали. И вот мы сейчас пришли на эту трассу. И столько воспоминаний здесь. Хорошая трасса получилась у нас. Ну, небольшая. Тут все вместе 270, кажется, метров всего. Как дорого она далась. С деньгами. А вот это, что он развалил. Я знал, что мы придем летом. Вот оттуда до сих пор надо ее поднять сюда и все. И везде выставить. Одностороннее движение. Чтоб два человека не заезжали друг к другу. Все. Сколько времени? Уходим сегодня? Я думаю, хватит уже. Да. Никита, прячь инструмент. Пять минут шестого. Все. Пошли, Володенька. Угу.